Когда вы нашли свою тему, выберите несколько проектов и понаблюдайте за ними. Оцените динамику проекта. Подумайте, когда вы можете увеличить свою позицию. И, как я уже говорил ранее, в период хайпа стоит хотя бы частично выйти из игры. Таким образом, вы добьетесь лучших финансовых результатов, а также ваш уровень удовлетворенности будет выше. Вы будете понимать, что происходит на рынке криптовалют. Максим, криптовалюта – это сейчас очень актуальная тема. Какой самый быстрый и простой способ начать инвестиции на этом рынке для новичка? Вы можете стать инвестором очень просто. Самый важный вопрос – как вы потом покинете рынок? С хорошими или плохими результатами? Эта тема стала такой актуальной, потому что мы видели значительное увеличение капитализации рынка криптовалют в течение последних шести месяцев. Капитализация выросла с 20 миллиардов до 140 миллиардов. Это очень значительный рост. Мы все знаем, что в сфере любых финансовых инструментов, если мы видим значительный рост, за ним скрываются серьёзные риски. Невозможно получить огромную прибыль без сопутствующих рисков. Они всегда связаны. Если вы хотите выйти на рынок криптовалют, во-первых, вы должны понимать, что существуют определённые риски. Возможно, это звучит немного противоречиво, потому что в основном вы услышите это. Инвестируйте в биткоины или новые криптовалюты, которые позволят вам заработать очень быстро. Но я бы порекомендовал в первую очередь обратить внимание на риски. Это самый лучший способ начать торговлю на рынке криптовалют. Какие инструменты для торговли криптовалютами вы бы порекомендовали использовать новичку? Все инструменты, которые в том числе используются и в нашей компании, можно разделить на два типа. С одной стороны, мы всё ещё находимся в волосильной фазе. Люди в основном строят догадки, основываясь на будущих событиях. Фундаментальных причин очень мало. Хотя в последнее время мы видели фундаментальные факторы, которые оказывали влияние на биткоин и эфириум. В любом случае предположения всё равно играют главную роль. Сейчас все раздумывают о том, примет ли мир биткоин, или же его запретят некоторые страны. Станет ли эфириум де-факто основной платформой для создания новых проектов, или же развиваться будут локальные платформы, такие как Waves в России или Neo в Китае. Все строят свои предположения насчёт этого. Возможно, правительство захочет регулировать эту сферу, и всё уже не будет так просто. Если мы посмотрим на график, то увидим, что всё это отображается на ценах. График очень однородный. Он может резко измениться в зависимости от предположений относительно будущего. И каждому трейдеру стоит знать об этом. Мы предоставляем специальный инструмент, который поможет в этом, так как трейдеру нужно научиться оценивать спекулятивную лихорадку, чтобы понимать, имеет ли она какие-то реальные основания. Также этот инструмент предоставляет необходимую информацию, которую мы собираем и храним с помощью средств нашей платформы Sentiment. Я считаю, что всегда необходимо помнить об этом инструменте. На рынке всегда присутствует определённый уровень настроения толпы и эмоционального напряжения. Вы всегда должны знать, на каком уровне сейчас находится весь рынок криптовалют, или конкретный рынок, за которым вы следите. Также у нас есть набор фундаментальных данных, который постоянно пополняется. Вам стоит также научиться его оценивать. Как только вы освоите всё это, вы сразу будете выгодно отличаться от остальных трейдеров. Вы сможете принимать более взвешенные решения. Вы уже не будете идти на поводу у своих внутренних эмоций. Соответственно, у вас будет больше шансов на выживание и успех в сфере криптовалют. Давайте поговорим о рисках и вознаграждении. На какие риски стоит обратить внимание в процессе торговли криптовалютами? Это очень хороший вопрос. Теперь мы можем вернуться к тому, с чего начинали. Я убежден, что все, кто приходит на рынок криптовалют, должны осознавать риски. На самом деле рисков очень много. Ещё несколько лет назад главным риском мог стать взлом вашего аккаунта на бирже криптовалют или просто исчезновение биржи. Сейчас это уже не так опасно, и биржи уже не могут исчезнуть просто так и прихватить ваши деньги. Хотя, конечно, у нас есть пример BTCE. Эту биржу закрыло правительство из-за совершенной ранее незаконной деятельности. В таком случае деньги клиентов либо пропали, либо были недоступны на протяжении длительного времени. Это один из возможных рисков. В течение нескольких последних месяцев мы также видели значительное увеличение количества фишинговых веб-сайтов. Например, для моего крипто-кошелька это довольно серьёзная проблема. Я где-то читал, что во время этой волны фишинговых сайтов было украдено около 90 миллионов долларов. Это довольно большая сумма и очень серьёзный риск. При регистрации на любом сайте внимательно проверяйте все данные и убедитесь в том, что ввели правильный адрес веб-сайта, так как его могли взломать и заменить на другой. Когда вы пользуетесь услугой биржи, никогда не храните там все свои деньги. Лично я предпочитаю вообще ничего не хранить на счету биржи. Я храню все свои средства так, чтобы я мог постоянно их контролировать. Лучше всего использовать локальные кошельки. Обращайте внимание, на какие страницы вы заходите, так как многие страницы занимаются фишингом и могут украсть данные ваших аккаунтов. В мире криптовалюты есть одно правило, как в бойцовском клубе. Только в бойцовском клубе каждый новичок должен драться, а в мире криптовалют должен потерять 50%. Только после этого можно понять, как всё работает, понять, что говорят эксперты в СМИ и так далее. В рамках нашей платформы мы стараемся постоянно заниматься образованием и говорить трейдерам обо всех этих рисках. Нужно не привязываться к положительным эмоциям. Нужно научиться контролировать свои эмоции и вовремя выйти после получения прибыли. Что касается рисков, мы даже написали стадию на тему того, как защититься. Основной риск заключается в том, что вы можете потерять заработанную криптовалюту или не сможете реализовать свою прибыль вовремя. То есть первый совет – остерегаться фишинга, и второй – не стоит давать воле эмоциям. Да, всё верно. И последний вопрос. Какие практические рекомендации вы можете дать новичкам? Я бы порекомендовал найти проекты, которые вам близки. Те проекты, с которыми вы чувствуете связь. Это может быть биткоин, потому что вам нравится децентрализованный золотой стандарт нашего времени. Это может быть эфириум, если вы заинтересованы в создании всемирного компьютера, где все транзакции между людьми децентрализированы. Возможно, вас заинтересуют проекты, связанные с приватностью, а как вы считаете, что каждый человек заслуживает приватности. Это может быть что угодно. В мире существуют сотни разнообразных проектов. Когда вы нашли свою тему, выберите несколько проектов и понаблюдайте за ними. Оцените динамику проекта, подумайте, когда вы можете увеличить свою позицию. И, как я уже говорил ранее, в период хайпа стоит хотя бы частично выйти из игры. Таким образом, вы добьётесь лучших финансовых результатов, а также ваш уровень удовлетворённости будет выше. Вы будете понимать, что происходит на рынке криптовалют. Можно сказать, что финансовые результаты – это побочный эффект. Вам лучше не нацеливаться изначально на финансовые успехи, а скорее на эволюцию, которую совершают криптовалюты во всём мире. Финансовое вознаграждение появится со временем. Спасибо, что поделились с нами полезными советами и рассказали, как начать инвестировать в криптовалюты. Спасибо за приглашение. Мне было приятно пообщаться с вами. На этом наше время подошло к концу. Подписывайтесь на канал Дукаскопи ТВ, и вы узнаете больше о криптовалютах. Всего доброго. Продолжение следует...